Друзья, здоровый юмор Представьте ситуацию, блошиный рынок в Соединенных Штатах Америки Женщина, я не буду у вас эту шапку брать, она меня поглощает Друзья, представьте, обычный случай в семье В общем, сынок, смотри, сегодня к нам тетя Катя приедет, будем вместе клеить обои Всем оставаться на местах, мы забираем вашего сына в службу Не забирайте моего сына в армию Какую армию мы, баптисты? До утра вернется на утреннюю службу, забираем, алло Всем известно, что прошло Евро-2012 Все знают, что немцы играли во Львове Но никто не знает, как их встречали в аэропорту Литок с немцами уже прибыл На Банщине Пшеницу жала Втомилася Не спочивать Пишла снопи По шкандибалах А где мы будем жить? Жить А где? У бабки моей в селе А вы ж там жили Помнишь, фриц? Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Получилась неприятность. Играет музыка. Друзья, летим дальше. И у нас обычная конфликтная ситуация в семье. Мама, папа, мне нужно с вами серьезно поговорить. Вот скажите, это ж как надо было провиниться, чтобы вы назвали меня Акакий? Ну есть же нормальные имена. Вот Женечка, например. Например, Сашенька. Меня же даже уменьшительно ласкательно назвать нельзя. Вот у Сашеньки мамочка говорит, Сашенька, золотце, сделай уроки, пожалуйста. У Женечки мама говорит, Женечка, рыбонька, вынеси мусор. А меня как? Акакий, иди домой. Акакий, сделай уроки. Акакий, золотце. Ну за золотце спасибо, конечно. И не жрать! Ну почему? Ну почему вы назвали меня Акакий? Да мы хотели тебя выделить среди остальных детей. Что тебя не устраивает? Я девочка! Акакий! Друзья, продолжаем у нас пробы на областное черниговское телевидение. Следующий. Друзья, продолжаем у нас пробы на областное черниговое телевидение. Сынок, нельзя научить быть ведущим на черниговском областном телевидении. Это дар божий! Это рассекается по твоей крови с молоком матери! Вам минералочки принесли, да? Видно, что тяжело, да? Мы смертники, потому что... И напоследок перенесемся в семью во времена лихих девяностых. Так, Артемка, сынок, куда-то ты собрался. На махач, мам. На махач? Да-да, на махач. Кассет одень. Ну, мам. Одень кассет на улице холодно. Так, Артемка, девочки там будут? Будут, девочки. Розочки поделайте. Окей. А за кого махаетесь? За масанды, мама. Боже, Иуду вырастила. Мы ж с отцом всю молодость за ремзавод промахались. Ну, мам, ну... Так, не мамкой. У меня единственная просьба, как от мамы сыну. Коли не лезь. Потому что, во-первых, он КМС по кикбоксингу. Во-вторых, он твой крестный. Будешь возвращаться, хлеба домой купи. А деньги, мам. А кассет тебе зачем? Большое спасибо за внимание, друзья. Ну, и напоследок хотелось бы процитировать великого украинского поэта, который как-то раз заехал в Чернигов и о нем написал. Любить Украину, як сонце любить. Хороший готель, як горячая вода. Дальше, чернигов! Дальше, если мы вместе со мной, Дальше, если есть за что упасть.